всем привет вы на канале вязать легко хочу показать на практике немаловажный момент в процессе вязания шапки такой как закрыть макушку от этого зависит общий вид всего изделия желаю всем приятного и полезного просмотра подписывайтесь на мой канал и задавайте вопросы в комментариях итак сегодняшнее занятие посвятила совсем коротенькому но решающему моменту вязание шапки это сшивание макушки если на шапке на шапках с круглым донышком мы просто стягиваем оставшиеся петли то здесь немного по-другому таких шапках как шапка кошка шапка домик шапка лопатка вот как у меня макушка должна быть плоской вот такой как тут я пробовала это делать по-разному и сшивала трикотажным швом и сшивала закрытые петли но этот способ который я сегодня вам покажу хоть и немного сложноватый но мне он нравится нравится больше чем все остальные друзья я займу всего лишь пару минут вашего времени и поделюсь этим способом приятного всем просмотра для того чтобы закрыть макушку на такой шапке существует несколько способов я покажу вам как я закрываю петли донышко после убавлений у меня осталось 16 петель по 7 петель тех двух основных секторов которые у меня были на лбу и на затылке еще остались по две петельки слева и справа вывернув шапку на изнаночную сторону нужно нанизать петли на две спицы вот таким образом петли нанизаны на две спицы затем я беру декер или крючок и начинаю закрывать петли соединительными столбиками делаю это постепенно в начале а также в конце в начале и в конце для скругления краев нужно закрыть по три петли показываю две петли с передней спицы и одну петлю задней спицы я нанизываю на круче на крючок захватываю нитку и вывожу ее через эти петли получается соединительный столбик дальше одну петлю с передней спицы другую петлю задней спицы нитку захватываю и вывожу через эти петли получается второй соединительный столбик то же самое я делаю со всеми оставшимися петлями вязание не нужно затягивать нужно чтобы соединительные столбики были свободными вот вязание вот 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 я подошла к концу ряда, снимаю одну петлю с передней спицы, две петли с задней спицы, захватываю нитку и вывожу их соединительным столбиком. Затем нитку затягиваю, вот так вот затягиваю, нитку нужно спрятать аккуратненько, шапку выверну, вот шапку я вывернула и посмотрите какой получился шов. Эту процедуру можно сделать еще проще, закрыть петли с одной спицы, с другой спицы и сшить их с помощью иголки, сложив таким же вот образом, одна к одной, сшить с изнаночной стороны. Или не иголкой можно сшивать, а просто крючком. Вот и весь процесс. Друзья, спасибо всем за внимание, задавайте вопросы в комментариях. Желаю удачных проектов, ровных и легких петелек, вяжите в удовольствие и подписывайтесь на мой канал. Редактор субтитров А.Семкин